МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. В районе снеговой пади самосвал собрал в кучу пять автомобилей и организовал транспортный затор. Бойцы ММА попали в ДТП. Есть пострадавшие. В центре Владивостока загорелся двухэтажный дом. Две семьи лишились жилья. Одна из них многодетная. Спонсор программы – магазин Стрелсон. Предупреждение. Данная программа содержит сцены курения. Минздрав Российской Федерации предупреждает. Курение опасно для вашего здоровья. В районе снеговой пади самосвал собрал в кучу пять автомобилей и организовал транспортный затор. Хина, Тойота Тундра и Судзу Бигхорн, Тойота Дюна, Ниссан Дизель и Тойота Королла Аксио – шесть автомобилей, из-за которых на перекрестке снеговая падь-восилковая образуется многокилометровая пробка. И только к вечеру движение на этом участке дороги освободится. А собирал в кучу автомобилей самосвал Хина, водитель которого планировал проехать за город через снеговую падь. Он едет на стройку в самосвале Щебень. Я ехал сверху, да, машина передо мной стоит. Мне поворачивать направо надо было, получается. Начал тормозить, тормозов нету. Начал сигналить, вот задел первую машину. Ну, начал как бы уходить от нее, поворачивать в поворот вот в этот вправо. И все, задел ее, меня начало на бок и сюда уже вот залетел. Собрал и стремную и все четыре машины. Рулевой самосвалы признается, что у машины отказали тормоза. Первым удар на себя принимает пикап. Сначала ударил тундру, потом полетел сюда. Не знаю, то ли руля выгрузил, то ли как понесло просто в эту сторону. Мы вот, где он лежит, с этого места по газам и чудом спаслись просто и все. Хина цепляет задним бортом Тойоту Дюна, а тот в свою очередь отлетает в Ниссан Дизель. Водитель Ниссан Дизель присоединился к словам рулевого Тойота Дюна. Его радует, что оба грузовика не оказались под самосвалом. Убегали, зафигались. Главное, что не под ним, остальное все равно. Как оказалось, в грузовике Тойота Дюна находились пустые коробки из-под тортов, а в Ниссан Дизель – колеса для машин. Мордой самосвал задевает и Судзубик Хорн, и Тойоту Короллы Аксио и заваливается на бок. Щебня рассыпается по всей дороге. Все автомобили пострадали серьезно. Самые сильные повреждения получил автомобиль из Судзубик Хорн и Тойота Тундра. Ну, само собой, самосвал, виновник ДТП. Страховой полис виновника выписан после октября 2014 года. Соответственно, выплаты каждому участнику до 400 тысяч рублей. Страховая сумма покроет весь ущерб в полном объеме. В результате ДТП никто из его участников не пострадал. Из перевернувшегося грузовика водитель Хина выбирается, выбив лобовое стекло машины. Получает мелкие царапины. От медицинской помощи мужчина отказывается. С места аварии в кузове эвакуатора уедет автомобиль из Судзубик Хорн. Естественно, самосвал покинет место ДТП не своим ходом. Но сначала его поставят на колеса. На Сахалинской не разъехались джип и хэтчбэк. Подвела неопытность одного из водителей. Перекресток Сахалинская-Борисенко. Хозяйка Toyota Cammy едет на Фадеева, чтобы забрать ребенка из танцевальной школы. Женщина получила права и купила автомобиль в июле 2015 года. Опыт небольшой. На перекрестке же она попадает в свое первое ДТП. Она признается, что от дорожной обстановки ее отвлек мигающий светофор. Ее оппонент, рулевой Toyota Prius, ехал по главной дороге. Понимает, что хозяйка Toyota Cammy за рулем совсем недавно. Претензий к ней не предъявляет. Наоборот, делится своим опытом. Надо смотреть, когда уступают. Когда уступают, тогда и ехать. Не зная брода, несу себе воду. В результате значительные повреждения получает Toyota Prius. Пострадали двери автомобиля, а дна вообще не закрывается. Замена их, по словам водителя Prius, недешевая по рыночным ценам. Водитель Toyota Cammy не выполнил требования знака приоритета и совершил столкновение с Toyota Prius. По словам водителя Prius, повреждения его составляют более 50 тысяч. Поэтому будет оформлено суток на МГИН. На место аварии прибывают сотрудники дорожной полиции. Подпольный крабовый цех ликвидировали во Владивостоке. Специалисты изъяли более 70 килограмм сомнительной продукции. Это приспособление для варки краба. Сюда заливается вода, подключается тену и крабчик варится. Это специально, чтобы он не проваливался и не подгорел. Вот эти конечности краба, целых 67 килограммов, находились в трех холодильниках, которые стояли, как выяснилось позже, в целом цеху, расположенном на третьей строительной. В сарае в кустарных условиях без соблюдения санитарно-гигиенических правил производилась чистка и расфасовка деликатеса. Далее эта продукция поступала в продажу, а также на рынки Владивостока и Приморского края. Полицейские и сотрудники Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области накрыли цех по переработке краба, когда очередная партия деликатеса была готова к реализации. Маркировки на продукции не было, документов, подтвердающих безопасность деликатеса, тоже не было. Вот, соответственно, все это осуществлялось нелегальным способом. В итоге изъято около 70 килограммов мяса краба. Сомнительная продукция уничтожена. Телефон автопатруля 20-16-3-0. Бойцы ММА попали в ДТП. Есть пострадавшие. Авария происходит на Океанском проспекте 98А. Виск тормозов и сирена скорой будоражат жильцов дома поздним вечером. Они выбегают на улицу посмотреть, что произошло. Слышу, в общем, свист колес и треск машины. Смотрю в окно, и эта вот машина, вот эта вот, отъезжает на обочину, грубо говоря, вот с той стороны. Вот. В общем, подхожу через две минуты сюда. Вижу, в данной ситуации приезжает реанимация, причем очень быстро приехали. Вот. На месте аварии уже стоит скорая помощь. Мужчине забинтовывают голову. Как оказалось позже, он пассажир Тойоты ВИЦ. А в карете скорой находится потому, что попал в аварию с участием двух автомобилей. Тойота Креста едет с кольца первой речки в сторону Народного проспекта. Рулевой авто и два его пассажира – спортсмены-бойцы ММА. Парни возвращаются с тренировки домой. Мы едем вот сверху, да, вот где-то ехали, ну, не знаю, там, километров около 60 с горки скатывались, ехали не быстро. Выезжаем, и с этой стороны начинает выезжать машина. Только он в первом ряду появился, вот, водитель начинает сигналить ему, ну, показывая то, что мы едем. Машина, тем более, заднеприводная. Ну, все, он едет дальше просто, ну, ноль эмоций, как бы. Вот. Ну, и тут я смотрю уже, все, машина просто перед нами становится. Водитель бьет по тормозам, а нас ведет машина заднеприводная. Рулевой седан говорит, что ехал он со скоростью 60 километров в час. А вот у хозяина малолитражки другое мнение. Но, несмотря на это, он признает свою вину, поскольку, как говорит, выезжал со стороны супермаркета, то есть со второстепенной дороги. Я, получается, выезжал, вот отсюда с поворота. Он летел, с левого ряда меня пропускал, моргнул фарами, я не видел. Начал выезжать, ну, и все, тут уже вот он летел, я не знаю, сколько он там, 90-100 шел. На тормоза нажал, я, ну, чуть газу дал, чтобы пролететь. Не успел, вот, и надогнал. В результате ДТП пострадал пассажир малолитражки, он ударился головой, рассек бровь. С места аварии его увозит скорая, которая, кстати, случайно проезжала по Океанскому проспекту. Сильно ушиб ногу и теперь хромает водитель Тойоты Креста, но парень отказывается от помощи врачей. Креста, вероятно, не на ходу, деформировался капот, бампер, потек радиатор. Машина покинет место ДТП в кузове эвакуатора. Сотрудники ДПС на месте зарисовывают схему аварии. Далее в программе. В центре Владивостока загорелся двухэтажный дом. Две семьи лишились жилья, одна из них многодетная. В районе Тихой идет борьба за старый светофор. Сотни детей ежедневно рискуют собственной жизнью, переходя дорогу. Золотая мозаика Автомобильные коврики Кунка, разработанные для каждой модели индивидуально. Закрывают 95% поверхности ворса, увеличивают звукоизоляцию салона, легко моются и надежно защищают ворс от пыли и грязи. Кунка. Лучшее у ваших ног. Плохо закрываются окна? Городская служба ремонта. Мы делаем ремонт окон, а также бесплатную диагностику и профилактику. Ставим москитную сетку «Антикошка». Мы окна не монтируем, мы окна ремонтируем. Городская служба ремонта. Звоните 200-0200. Фирменный магазин «Шахтинская плитка» предлагает вашему вниманию огромный ассортимент керамической плитки. Улица Фадеева, 30Б, телефон 2-631-250. Не пропусти! Хорошие скидки на хорошие балконы и окна. Скорей звони! Скидку в 70% не упусти! Телефон 221-2101. Компания «Хорошие окна». Стильный, привлекательный, неповторимый. Новый магазин «Стрелсон». Торговый центр «Кловерхаус», 3-й этаж. Разместите свои денежные средства на выгодных условиях. Новые сберегательные программы «Проценты вперед» и получите компенсацию в день заключения договора. Станьте пайщиком кредитного потребительского кооператива «Далькредит». Владивосток, улица Светланская, 116, телефон 220-49-39. Теплогидроизоляция при помощи уникального материала пенополиуретана только в компании «Аликс». Звони 209-90-01. Дальневосточная сеть магазинов «Новый пол» представляет плитку ПВХ, которая полностью имитирует фактуру натурального дерева. Кроме того, традиционная простота укладки, широкая цветовая палитра и, конечно же, высокие эксплуатационные свойства – влагостойкость, ударопрочность и акустический комфорт. В центре Владивостока загорелся двухэтажный дом. Две семьи лишились жилья, одна из них – многодетная. Детское питание, памперсы, деньги – все сгорело в один миг. Для многодетной семьи эти вещи очень дороги, ведь их они получили недавно. А сейчас все превратилось в пепел. Ну, мы дома находились, соседка крикнула, что горит. Муж подскочил, побежал туда. Мы выбежали туда, чтобы быстро помочь им потушить. Ну, правда, пожарка приехала долго, потому что там минут 10 еще горело. Пока мы там тушили, выскакиваем, дым у нас, у нас спал маленький ребенок. Мы успели выхватить ребенка, выбежали, и все, пламя пошло в нашу сторону. Все в шоке. Глава семьи недавно получил зарплату и оставил ее в комнате. Сейчас переживает, что деньги, как и другие документы, уничтожены пламенем. Там все, документы, все там. Потому что не знаем, что там, что там, угол наш прихватило точно. Сейчас отец восьми детей не знает, где разместить семью на ночь. Но его жилье пострадало меньше, чем у соседа. Там квартира сгорела полностью. Домом все были. Жена с детьми дома была. Звонит, говорит, пожар. Вот приехал, дома нет. Вся история. Супруга и дочери успели выбежать на улицу. Мужчина вспоминает, как долго он копил деньги, чтобы приобрести современную стиральную машинку и душевую кабину. А теперь этого ничего нет. Придется заново все приобретать. По словам пострадавших, этот дом был построен в 1905 году. И проводка в нем уже старая. Кроме того, этот дом уже горел. И не раз. Мы горим уже пятый раз. Наши власти делают нам просто сверху ремонт. И говорят, делайте внутри сами. И живите дальше. Им с пожарной охраной говорили, что акт давали сколько раз, что в этом доме нельзя проживать. Что нельзя проживать в этом доме. И бесполезно. Пожарные приехали и в этот раз. Вероятно, после этого возгорания подтвердить, что дом пожароопасный они все же смогут. Спустя 4 минуты на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Провели разведку. По результатам людей в помещениях не было. В 17 часов 8 минут пожар был локализован. В 17 часов 10 минут ликвидировано открытое горение. В этот раз выгорело 80 квадратных метров. Причины пожара выяснят позже. А на людей, живущих как у костра, власти, вероятно, обратят внимание, когда их дом сгорит полностью. А может и не обратят. Телефон автопатруля 20-16-3-0. На угольное хлебовозко зацепило провода лэп и опрокинуло столб. ДТП произошло на улице Курчатова, 23А. Утром водитель хлебовозки едет по торговым точкам, развозит продукцию. Проезжая мимо остановки на станции угольная, машина задевает провода лэп, а те тянут за собой столб, на котором они висят. Столб с 10-метровыми проводами падает на землю. Благо, по словам очевидцев, линию электропередачи обесточивают. Но находятся смельчаки, которые спокойно смотрят на то, как уже несколько часов провода валяются на остановке. Не боятся и подходят к нему. Там даже вот этот уборщик ходил здесь, он такой берет еще, да он нормально, берет руками, такой пьяненький. Пассажиров рейсовых автобусов эта ситуация также не напрягает. Они не обращают на рухнувший столб ни малейшего внимания. Мы подошли, он лежит, нам как-то все говно безразлично. На место ДТП прибывают сотрудники дорожной полиции. Хозяину хлебовозки приходится объясняться перед стражами порядка, почему он, когда ехал на грузовике, не заметил провода и потащил их за собой. В районе Тихой идет борьба за старый светофор. Сотни детей ежедневно рискуют собственной жизнью, переходя дорогу. Так ежедневно после окончания уроков ученики 33-й школы, расположенные на Сахалинской, вынуждены играть в нешуточные игры на дороге. А происходит это все потому, что... Убрали пешеходный переход регулируемый. Он находится прямо напротив школы. Перенесли выше по улице на перекресток. Мы абсолютно не против. Там нужен светофор, да, перекресток сложный. Но не за счет наших детей. Потому что дети, они не будут подниматься выше по улице. Потом спускаться обратно в школу. Несколько лет именно здесь был регулируемый пешеходный переход. И всех он устраивал. Родители со спокойной душой отпускали детей в школу. 18 сентября ситуация изменилась. Во вторую смену ребенок учится. Мама с работы звонит. Я вспоминаю, что здесь не работает светофор. Еще узнал, что еще и сняли пешеходный знак этот, да, что предупреждение, что пешеходный. Все, я хотела звонить ребенку, чтобы ждала меня ко второму уроку. Я иду домой. В школу вернусь. Старого светофора уже нет, висят одни провода, а новые еще не подключили. Учащиеся младших классов признаются, что на том участке дороги, где раньше стоял старый светофор, автомобилисты малышей иногда пропускают. По привычке. Ты не боишься переходить через такую дорогу? Не сильно. Не сильно? Да. А машины пропускают? Я тут позвонили вешать. И приехали, просила. Не знаю. Ну говорите, что вам надо. Ну вот, только что был случай, пропускали только что. Но добрыми водители здесь бывают не всегда. Съемочная группа проводит эксперимент. Идет по тому пути, по которому каждый день ходят сотни учащихся 33-й школы. Корреспондент и оператор шагают через дорогу и едва не попадают под колеса микроавтобуса. Такая дислокация светофора не устраивает не только учеников и их родителей. Учителя также высказывают свое недовольство. Весь жилой массив находится за моей спиной, вот на этой стороне. Большинство детей идут отсюда. Согласно психологии ребенка, ясно, ребенок пойдет здесь, когда он много лет привык. Во-вторых, это ближе, чем подниматься наверх. Здесь все устроено для пешеходного перехода. Я не уверена, что там будет так же все удобно и правильно. А самое главное, такое вот неуважительное отношение к ученикам, родителям нашей школы нас просто поразило. Ни с кем не посоветовали. Ни с администрацией, ни с родителями, ни с кем не обсудили этот вопрос, как сделать лучше. У родителей учеников есть конкретное предложение. Мы обращаемся к администрации города, там ГАИ, я не знаю, кто за это отвечает, чтобы нам вернули наш светофор. Пусть их будет два. Их можно как-то синхронизировать, наверное, да? Ну, не за счет детей решать проблемы автолюбителей. Родители учеников просят администрацию города помочь. Автомобилисты на новом месте светофора не замечают пешеходов. А статистика ДТП прошлых лет подтверждает, что регулировщиков должно быть два. На этой дороге уже не раз сбивали школьников. Редактор субтитров А.Семкин